Антонина Елесина уже много лет учит малышей русскому языку. В этот день ей пришлось работать в непривычной обстановке, в чужом классе с учениками, которых видит впервые. Она призналась, боялась, что ребята будут замкнуты, но дети быстро включились в работу. Урок получился насыщенным и увлекательным. Это одно из главных условий профессионального конкурса «Учитель года». Урок готовился, урок русского языка, составление памятки по разбору слова по составу. Второй класс, программа обучения «Гармония». Здесь мне повезло, потому что и в своей родной школе я тоже работаю по этой же программе. Педагогический стаж моей деятельности уже 17 лет. Именно на начальной школе 9 лет я работаю. И пришла к мнению, что нужно расти, развиваться, ну и как-то все-таки показывать, чему я за это время сама научилась, чему смогла научить детей и показать свой опыт для своих коллег, и чтобы, наверное, все-таки где-то оценили и признали. После урока русского языка комиссия отправилась на занятия по математике. Председатель конкурсной комиссии говорит, что в городе учителей математики оказалось меньше, чем сейчас необходимо севастопольским школам. И то, что они участвуют в конкурсе – большая радость. В этом году мы продолжаем участвовать в этом конкурсе профессионального мастерства. И 12 педагогов изъявили желание уже участвовать в последнем этапе конкурса. То есть сначала идет отбор в школах представителей, которые будут представлять свои учебные заведения. Участие в конкурсе принимают педагоги с разным стажем. Специальная комиссия оценивает, как внедряется федеральный государственный стандарт и как учителя используют уже имеющийся опыт. Конкурсанты должны не просто заинтересовать школьников, но и научить детей пользоваться на уроке современным оборудованием. На математике ученики 4 класса рвались в бой с правильными ответами на сложные уравнения. Значит, эта запись не является уравнением. Ребята, ну там есть неизвестное. Значит, мы с вами, наверное, что-то там можем сделать. В отборочном туре принимают участие все районы города-героя. Впереди испытания для учителей информатики и английского языка. Победитель регионального отбора поедет отстаивать честь Севастополя на заключительный этап конкурса «Учитель года». В какой город отправится конкурсант, пока секрет. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.